Друзья, следующий наш блок, где я вам хотела бы дать общую информацию по эфирным маслам. Эта информация будет относиться ко всем нашим следующим занятиям, потому что это базовая информация. О чём это? О том, что все эфирные масла, когда мы начинаем с ними взаимодействовать, влияют на нас интегральным образом. Что такое интегральный образ? Способ — это целостный подход ко всему нашему организму. То есть неважно, каким образом мы работаем с эфирными маслами. Вдыхаем или используем в аромовании, или используем при аромомассаже, или же слушаем квантовую медитацию с включённым аромодиффузором. Абсолютно неважно. Каждый раз, когда вы любым из перечисленных способов начинаете взаимодействовать с эфирными маслами, они начинают целостно улучшать состояние вашего организма, вашего энергетического состояния, вашего психоэмоционального состояния. Приведу такой пример. Например, косметологическое воздействие эфирных масел. Вы используете эфирные масла и смеси для омоложения в определённых масках, массажах вашего лица, шеи, декольте. И что происходит? Помимо омоложения, придания сияния, упругости вашему лицу, вы одновременно вдыхаете аромат данной смеси или эфирного масла. И этот аромат, этот запах, он достигает вашей лимбической системы через ваш нос. И, соответственно, начинает… Что такое лимбическая система? Это система, где находятся все наши эмоции, какие-то старые травмы, воспоминания. И этот аромат начинает воздействовать на эти травмы, на эти состояния и начинает воздействовать в сторону улучшения. Поэтому вы вроде бы провели массаж на омоложение. Например, вы используете эфирное масло розы и ладана для того, чтобы повысить упругость и молодость вашей кожи. Потому что мы знаем, что ладан и роза – это те масла, которые обновляют нашу клеточную систему. И поэтому омоложение происходит намного глубже. Но при этом масло ладана – это духовное масло. Оно работает на проработку очень глубинных наших каких-то родовых сценариев, прорабатывает тему отца, придаёт нам вот эти вот медитативные одухотворённые состояния. И масло розы, который работает с женской темой. И вы тоже после массажа с помощью масла розы начинаете замечать, что вы как будто бы чувствуете себя более женственной, красивой, манкой. Вот представляете, такая идёт глубокая целостная работа и с нашим подсознанием, и с нашими клетками, и с нашей кожей. И это ещё не всё. Поэтому эфирные масла, когда мы начинаем с ними работать, воздействуют на все наши системы организма. Это и нервная система, то есть идёт расслабление, происходит снятие нервозности, стресса, соответственно, улучшается настроение, мы становимся более податливыми, более спокойными, умиротворёнными. Одновременно идёт укрепление нашего иммунитета. Все абсолютные эфирные масла поддерживают, защищают и укрепляют наш иммунитет. Идёт воздействие на сердечно-сосудистую систему. То есть все масла поддерживают здоровое кровообращение, и также за счёт расслабления, снятия нервозности улучшается состояние нашей сердечно-сосудистой системы. Пищеварительная система. Есть масла специальные и смеси, которые улучшают наше пищеварение и способствуют здоровому обмену веществ. Мы про эти системы отдельно будем говорить в следующих занятиях. Дыхательная система. Есть смеси и масла, которые поддерживают здоровье нашей дыхательной системы, укрепляют её, улучшают её состояние. Опорно-двигательный аппарат – это опять-таки масла и смеси, которые восстанавливают работу нашего опорно-двигательного аппарата, снимают боли в мышцах, в суставах, если есть ревматизм, артриты, если есть какое-то растяжение. То есть они соответствуют здоровым суставам и снимают боль, если таковая имеется. Эфирные масла и смеси помогают нам при физической активности. Что происходит в физической активности? Имеется в виду шаги, которые вы делаете в течение дня, занятий спортом. Это может быть йога, пилатес или поход в спортзал, или даже в горы. И вот при физической активности может быть так, что у вас болят мышцы или вы растянули мышцы. То есть, соответственно, есть специальные эфирные масла и смеси, которые укрепляют мышцы, суставы и повышают энергию и выносливость. В частности, даже есть те масла, которые можно вдыхать во время похода в горы или пробежки каких-то марафонов на свежем воздухе. То есть абсолютно спокойно эти масла помогают в этом. Также есть эфирные масла, которые очищают систему нашего организма, снабжают его антиоксидантами, укрепляют в целом наш иммунитет. В косметологии эфирные масла улучшают внешний вид нашей кожи. Есть масла, которые омолаживают. Нашу кожу лица, шеи, декольте, тело. Есть те, которые устраняют кожные раздражения. Есть те, которые подтягивают тонус и туркор нашей кожи лица. То есть устраняют фурунклы, прыщи, воспаление. Есть масла, которые помогают улучшать структуру, цвет наших волос и даже ускорять рост волос. И афродизиаки. Афродизиаки – это те эфирные масла, которые поднимают потенцию, либидо и способствуют улучшению взаимоотношений в паре. Эфирные масла улучшают психоэмоциональное состояние. Это любое расслабление, спокойствие, умиротворение, достижение состояния радости. Эфирные масла помогают также справиться с любым стрессом. И, конечно же, эфирные масла, когда мы начинаем с ними работать, опять-таки неважно каким способом, улучшают состояние нашей энергетики, очищают нашу ауру, восстанавливают баланс в наших энергетических центрах, чакрах, повышают уровень нашей энергии, дают энергетическую защиту, что очень важно на сегодняшний день. И также есть масла, в частности, Огард, о котором мы сегодня в первом занятии будем говорить, масла, которые очищают нашу ауру и нашу энергетическую систему от энергетических паразитов, которые высасывают из нас все силы. Это какие-то токсические отношения, в том числе информации или люди, которые токсично влияют на нашу жизнь. И, соответственно, когда ненужные начинают уходить из нашей энергетической системы, у нас повышается наша внутренняя энергетическая харизма. Продолжение следует...